всем огромный привет меня зовут алена и в сегодняшнем видео мы будем продолжать с вами тему детских украшений на волосы на этот раз я сделала детскую повязку в технике канзаши давно обещала пробовать работать с лентами давно хотела научиться не так легко но ничего я думаю что человек должен развиваться творчески во всех направлениях дело то что ему нравится поэтому буду экспериментировать и дальше но мы с вами давайте приступать но для своей работы я выбрала три оттенка репсовой ленты ширина ее два с половиной сантиметра или 25 миллиметров кто как привык измерять ленты и мы с вами будем делать вот такие заготовки нами понадобится 2 чтобы сделать одну нам понадобится три вот таких листика а для того чтобы сделать сами листики нам понадобится малюсенькие заготовки или малюсенькие лепестки короче я не мастер в канзаши я не совершенно не знаю как это все правильно называется делаю говорю так как есть и кстати оказалось что делать такие лепестки не так-то просто в этот момент мне хочется чтобы мои пальцы были раза в три меньше потому что удержать лепесток очень сложно отрезаю от ленты два с половиной сантиметра и делаю квадрат теперь начинается самое сложное начинаем загибать в работе я использую очень тонкий пинцет он мне очень помог иначе вы по-другому я ничего не сделаем загибаем нашу ленту один раз потом второй раз и третий раз и у нас получается что-то похожее на лепесток теперь держим все наши концы пинцетом и опаливаем зажигалкой скрепляя все аккуратненько смотрите чтобы не спалить и сам лепесток получилось вот так теперь зажимаю пинцетом лепесток снизу срезаю лишние и тоже опаливаю тем самым зажигалкой мы опаливаем края ленты и он скрепляется и нам не нужно клеить его клеем и вот получается вот такой лепесток который для меня оказался очень сложным поэтому те кто делают лепестки с канзаши работают с этими заколками они просто гении потому что у меня это не очень получалось и лепестки у меня получились все совершенно разные по размеру не получились они мне все идеальны но ничего страшное будем учиться будем пробовать делаем 5 лепестков я выбрала разного цвета чтобы был переход от темного к светлому теперь склеиваем склеиваем по два лепестка одинакового цвета наносим капельку клея на один лепесток и в клей его между двумя лепестками приклеивайте все очень аккуратно чтобы у вас клей не вылазил сверху и работа в итоге выглядела очень аккуратно приклеили также зажимая пинцетом так работать удобнее наношу еще клей и уже в клевые между лепестками которые у нас остались последними короче наговорила а что наговорила сама не пила я не ускоряла видео и надеюсь вам понятно как я это склеивала когда-нибудь я пересмотрю кучу видео канзаши научусь говорить правильно а пока как есть вот сделали три заготовки теперь их будем склеивать между собой да я пользуюсь термо клеем не знаю может кто-то клеит и другим клеем свои цветочки лепесточки но мне кажется термо клей с тканями и лентами самый удобный клеили две заготовки и приклеиваем последнюю по серединке и готовы можно склеить вот так вот уже в цветочек по серединке добавить бусинку но я решила пойти по другому пути я хочу с этого всего сделать бандь я нашла подходящую заготовку основы для своего бантика и буду ее делать из кожзама беру серебряный глиттер добавим нашему бантику более праздничный вид обвожу шаблончик и вырезаем также схемы с шаблонами с количеством лепестков я оставлю в описании к этому видео так что переходите и смотрите для тех кому будет не совсем понятно вырезала я заготовку и теперь нужно обязательно полить иначе ниточки которые остаются на курзаме будут висеть и работа будет выглядеть некрасиво готова и склеиваем делаем наш бантик более нарядным наносим клей на заготовку из лент и приклеиваю к самому бантику приклеиваем так чтобы посередине осталось пространство для того чтобы потом задекорировать и саму серединку красиво иначе у нас бантик не получится все равно получится цветочек так как в середине у меня остается свободное место если ее задекорировать просто лентой или тем же курзамом будет некрасиво и держаться будет не очень хорошо поэтому я вырезала небольшой кусочек ленты того цвета который у меня был в середине сделала вот такую штучку чтобы добавить по серединке объем и вклеил ее вовнутрь и и и и уже поверх ее вы можете наклеить или ленту или же курзам я воспользуюсь старым вариантом ширину курзама я брала один сантиметр тем самым мы в серединке закроем все некрасивые края и она у нас будет очень аккуратная наносим хорошенечко клей и приклеиваем срезая лишнее в итоге получился у нас вот такой красивый бантик и самое важное то о чем я хотел вам рассказать это вот такие резинки трикотажные резинки для детских повязок честно не знаю до какого они возраста но моей дочке 5 лет и она носит и с удовольствием дома и говорит что ей не жмет растягивается на очень-очень хорошо по ширине получается где-то сантиметр но в развороте намного шире и именно в это место разворота я буду вклеивать свой бантик заказывала я на алиэкспресс также взяла себе и розовые все ссылки где заказывала я я оставлю в описании под видео так что переходите и смотрите выбор там огромный наношу клей на бантик разворачиваю свою резинку и приклеиваю все аккуратненько держаться будет очень надежно можете мне поверить приклеили и вот такая прелесть у нас получилось мне очень нравится результат нравится сама идея мне хотелось очень сделать бантик именно в технике канзаши вот что у меня получилось пускай не идеально но смотрится красиво так же если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ну и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео пока пока а а